Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаев, Черкесия на строительство или приобретение жилья составило 29 740. МСП «Банк» по Карача-Черкесии вышел на третье место по Северокавказскому федеральному округу по количеству одобренных заявок с 2020 по 2023 годы. Об этом сообщил председатель управления финансового учреждения Арсан Демельханов в ходе составшейся встречи с председателем правительства Республики Муратом Аргуновым. Отмечено, что только за первый квартал этого года объем прямой кредитной поддержки предпринимателей региона банкам составил 30 млн. рублей. Стороны также обсудили продукты, предоставляемые МСП «Банком» и их актуальность для предпринимателей Карача-Черкесии. Председатель правительства Республики предложил провести презентацию продуктов банка для бизнеса Карача-Черкесии, благодаря чему большее количество предпринимателей узнают о предоставляемых возможностях. Как мы же сообщали, в предстающую субботу в оригинальной столице на территории гипермаркета «Лента» пройдет традиционное весеннее ярмарка. Свои товары по ценам ниже рыночных на 15-20% представят более 120 предприятий агропромышленного комплекса, пищевой, перерабатывающей легкой промышленности, организации общественного питания Карача-Черкесии и других регионов Северокавказского федерального округа. Ярмарка будет работать с 8 до 16 часов. 14 апреля во Дворце культуры Черекеска пройдет ярмарка вакансии. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители. Ведь здесь представят вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности у заместителя председателя правительства республики Ирины Гербековой. В ходе ярмарки вакансий будут работать столы, на которых будут представлены промышленные предприятия, плюс учебные заведения будут делать свои стенды и представлять свою информацию. Будет проходить такое креативное общение, типа мозговых штурмов. И мы будем обсуждать возможности развития промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей народного хозяйства республики. И хотелось бы обратить внимание, что ярмарка направлена не только на детей, которые заканчивают сейчас образовательные учреждения, и которые дальше выбирают свой жизненный путь, но и на взрослых людей, тех, которые хотят поменять профессию, у которых, может быть, возникает такая необходимость найти новую работу. И мы хотим об этом еще раз сказать. Сейчас будут востребованы специальности такие, как реабилитологи, психотерапевты, психологи. Это то направление, которое сейчас активно будет развиваться. Стартовали работы по ремонту участка автомобильной дороги «Маякоп-Карачаевск» протяженностью 3,6 км, проходящего через заул Кобубаши Зеленчукского района. В настоящее время на объекте ведутся работы по очистке кюветов и формовке обочин. Стартуют также работы по замене земляного основания дороги на оползневых и просадочных участках, после чего начнутся работы по укладке нового двуслойного асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и будут завершены до 1 сентября текущего года. Напомним, реконструкция автомобильной дороги «Маякоп-Карачаевск» ведутся с 2021 года. В первый год был капитально отремонтирован участок автомобильной дороги протяженностью 10,5 км. В прошлом году провели капитальный ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 5,8 км. В текущем году будет осуществлен ремонт двух участков, в частности, 3,6 км в районе аула Кобубаши и 2,2 км в районе станицы Преградной. Получила также положительное заключение проектно-сметная документация на оставшийся участок дороги от станицы Преградной в сторону границы с Краснодарским краем. В соответствии с планом работ, ремонт автомобильной дороги «Маякоп-Карачаевск» от станицы Зеленчукской до границы Краснодарского края будет окончен до конца 2025 года. Напомним, всего в этом году в Карачао-Чикесе будут отремонтированы 25 км автомобильных дорог и 5 мостовых переходов в рамках реализации программы безопасной и качественной автомобильной дороги в 2023 году. К концу этого года в Учхикене Малакарачаевского района завершится строительство второй школы, которая была построена в селе за последние 7 лет. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале Рашид Тимрезов. В 2016 году в самом густонаселенном микрорайоне Камыш-Кулак открылась новая школа номер 11, рассчитанная на 408 мест. Во втором образовательном учреждении ведутся отделочные работы, монтаж фасада, внутренних стен и перегородок, а также устанавливается новая шатровая кровля. Напомню, что это одна из крупнейших школ в Карачаевской Кесе, рассчитанная на 960 ученических мест. Решение о ее строительстве было принято по итогам встречи главы региона с жителями Малакарачаевского муниципального образования, которые рассказали о необходимости дополнительного образовального учреждения. Кроме того, по словам Рашида Тимрезова, после открытия новой школы будет сделан еще один шаг к ликвидации двухсменного режима обучения. Условия для комфортного образовательного процесса будут созданы для всех школьников, учителей и другого персонала учреждения. Туристический потенциал Карачаевской Кесе презентовали на выставке «Сокровища Кавказа» в Пятигорске. Региональное министерство туризма совместно с Аландским христианским историко-культурным музеем-заповедником на Северном Кавказе, а также с представителями бизнес-сообщества представило природные и культурные достопримечательности республики, новые и уже популярные туристические маршруты, а также национальный колорит региона. Помимо этого, в рамках деловой программы выставки «Ярмарки» составился круглый стол с представителями органов власти субъектов Северокавказского федерального округа на тему о перспективах развития делового туризма в СКФО и Южном федеральном округе. Предприниматели Карачаевской Кесе могут принять участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая пройдет 3 и 4 мая в многофункциональном выставочном центре Минводы Экспо. Это событие, направленное на развитие регионов, входящих в состав Северокавказского федерального округа. Мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Эксперты, предприниматели, производители и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития. Коллектив «Уны Дэнсы» из Карачаевской Кесе стал победителем международного конкурса «Звезды над Москвой». По словам руководителя коллектива Ирины Крым-Шамхаловой, всего на сот-жюри было представлено порядка 180 номеров танцевальных коллективов из многих регионов России и Казахстана. Завершился конкурс галок-концертом в Государственном Кремлевском дворце, в котором приняли участие и наши артисты. Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта. В Черкесске завершилось первенство СКФО по боксу среди юношей 15-16 лет, в котором приняли участие 140 спортсменов со всего Северокавказского федерального округа. В результате упорной борьбы сборной Карачаевской Кесе победителями стали Карим Телнаев, Тимирлан Наурузов, Тимур Каблахов, Ожай Лайпанов, Айдемир Каракотов, Инвер Булутуков и Зидан Каракетов. В рамках первенства прошел также бой между боксерами, чей вес не превышает 40 кг, а именно Амиром Аргуновым и Алимом Жентимроковым из Капардино-Балкарии, где наш спортсмен стал победителем по итогам трех раундов. В Черкесске прошел третий республиканский турнир по шахматам Кубок Гагарина, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос, в котором приняли участие около 30 спортсменов. Призерами стали Аслан Тишелеев, Батыр Джанкиозов и Зурабайбазов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду, при порывах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В горах местами плюс 4-9 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем порывы будут достигать 15-20 метров, а столбик катерометра поднимется до отметки плюс 16. На этом новостной блок завершен. Выпуск провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!